ну что ж здравствуйте как и обещал снимаю второе видео в этом видео я расскажу обо всех узлах о которых я знаю в моем понимании я знаю всего лишь три узла ну показывать как получается буду я больше так начнем буду вам показывать так как меня учили свое время тогда было 10 лет сейчас мне 43 года так вот смотрите вот наша веревочка отношение к вам она должна быть под наклоном 35-40 градусов сюда мы будем прикреплять то что мы вяжем начнем узлов я много делать не буду я думаю 56 узлов будет достаточно для того чтобы показать что и как вязать так делаем такую штучку ниточку привязываем небольшую я во всяком случае сделал небольшой думаю этого хватит чтобы показать вот такую штучку приготовили так чтобы вам было видно отодвинем кстати вот для чего вот этот узелок то есть нить по отношению к вам должно быть 30 40 градусов так поехали делаем ту петельку небольшую чтобы она не ползла сейчас мы ее немножечко так тоже сюда запустим чтобы она не мешала не мешала так на это моя старинная плашечка она на 30 как раз подать челночок меня учили этот узел как простой в интернете слышал что это штоковый если начать разбираться какое штоковый не штоковый и что-то как-то короче запутался с этими названиями узлов не знаю их все по разному вызывает так ну достаточно смотреть сейчас еще чуть-чуть укорочу так вот мы поехали первый это узел простой как меня учили а в этом как хотите так и называете хотите штоковый хотите тайны штуку и не знает простой узел у меня минус какой ширина челнока вот его подписывать вот такой вот набитой ниткой довольно таки сложно так вот мы нить пропустили сейчас я по сначала сейчас остановочка расскажу вам пускаем нить поверх плашки челнок между двух нитей здесь отпускаем достаточно чтобы челнок мог пройти петлю накидываем над рукой и между двух нитей это простой узел опять следующие вяжем между двух нитей то есть нить поверх плашки между двух нитей челнок на себя две нить и вот они вот они двините это будущее ячейки петлю над рукой и челнок захватывает две нить затянулись затянули смотрим еще между двух нитей к себе вот они двините крайне которые нам связывать надо петлю над рукой пропускаем челнок между двух нитей петлю затягиваем нить нужно держать опять нить над плашкой под плашку между двух нитей на себя нить держим петлю над рукой две нити раз пропускаем получается у нас петля простой узел получается ему затягивать этот узел он слабый он как говорится распускается прямо в мах так и сколько у нас 4 клеточка по моему будет еще парочку сделаем так вот она эта нить вот ее видно петлю над рукой камеры низко висит то неудобно сюда поправили затянули опять над плашкой между двух нитей вот они ячейка чем этот способ неудобен на него надо на этот узел надо все время смотреть то есть вслепую например вязать довольно сложно можно захватить например среднюю следующую какую соседнюю ячейку на эту же как говорится брак будет это что такой узел простой что усиленный эффект у них одинаковый почему им стараются так это особо не пользоваться потому что можно накосячить так нить над рукой опять где крайних нити которыми чую вот мы связали раз клетка два три четыре пять шесть ну хватит наверно спускаем сплашки ну что у нас получается когда ряд оставляли то есть вот в эти петли вставляю поплавки распускали поплавки затягивали то есть получалось плавучая сеть так теперь как связать такой узел усиленно смотрим то же самое берем нить поверх плашки захватываем ячейку снизу вот ведь то есть не с этой стороны вот с этой стороны раз и на себя выравниваем концы не конец а то есть вот этот ячейка вот она должна подходить в поток плашки натянули держим натянута и теперь смотрите также петля над рукой здесь одна один раз мы пропускаем захватывает две нити раз а второй раз мы пропускаем уже в саму ячейку то есть между двух нитей пропускаем за счет чего будет создаваться дополнительно петка и узел не будет ползать затянули еще раз показываем нить от плашкой снизу ячейку хватаем и чья ячейка без разницы натягиваем видите как она близко идет то есть суда надо все время смотреть нить над рукой захватываем две нити вот они пропускаем челнок и еще раз мы уже захватываем одну нить пропускаем еще раз и затягиваем у нас подходит сразу же следующий ячейка опять снизу натягиваем петля сверху две нити обхватываем и одну нить получается такой двойной выдел вот ячейка залезла весь минус этого узла то что в него нужно все время глазами-то пущется и вот обратите внимание этот узел одинарный и этот узел двойной естественно двойной узел крупнее и для рыболовной сети это плохо считается ну люди вяжут тем более нарезки будет незаметно так петля две нити челнок жирный не лезет и одна нить и затягиваем подтягиваем и отпускаем нить вот нам еще три ячейки осталось сейчас мы до конца добьем я вам покажу следующий узел который немножко посложнее снизу а а а а а а а а Если вы родители, если вы учите, то самое главное, если вы помните, если вы выбрали географию в качестве предмета для следующего года, пожалуйста, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, вы не поверите, но судьи у нас люди, которые занимаются подготовкой этих самых цельсовых заданий. Вязать немножко неудобно, камера сверху, как-то не дает возможности так размахнуться, оператора у меня нету, приходится одному. Вот, получилась такая штука, таким образом мы связали, так можно вязать и первый ряд, но этот узел, он уже не расходится. Вот еще раз обращаем внимание, размер узла здесь и здесь, любой усилийный узел, он уже крупнее идет. Так, следующий узел, меня учили вязать его, как калмыцкий, я не знаю, какой узел, ловим пальцем ячейку, на следующий палец, мы пускаем петлю, то, что получается, опять петля над рукой, ведем за мизинец, челнок пропускаем между двух нитей и захватываем ячейку, тащим на себя, подтягиваем, то есть вот он подходит к плашке, отпускаем и затягиваем. Опять показываем ячейку, захватываем пальцем, делаем петлю под плашкой, за мизинец, между двух нитей, и хватаем ячейку, протягиваем, все пальцы отпускаем, на мизинцы оставляем, мизинцы можно поправлять нить, натягиваем, отпускаем петлю, затягиваем, еще раз смотрим, хватаем ячейку, петля, на следующий палец, еще одна петля над рукой, за мизинец, между двух нитей, в ячейку протягиваем, вот что у нас получается, отпускаем все, ячейку отпускаем, два пальца освобождаем, на мизинцы оставляем, подтягиваем, затягиваем, я вот смотрю, я одновременно вижу и смотрю в камеру, не особо удобно, еще и камеры низко, так, вот так, следующий рядок уже надо двигать, пальцем хватаем ячейку, накидываем петлю, петлю над рукой, между двух нитей, мизинец мы прохлопали, мизинец, мизинец всегда отпускаю в последнюю очередь, затягиваем, опять все точно так же, этот узел он ползет, как сделать, чтобы он не ползал, естественно, это дополнительная петля, как ее сделать, но опять же, если вы сделаете дополнительную петлю, узел будет толще, как правило, если, например, сеть, если она хорошо провязана, в воде она становится более крепче, например, в зоне, как мне рассказывали, в чаю отмачивает сеть, это с леской, с ниткой, кто-то кипятком ошпаривает, то есть привязывают к сети груз, и ошпаривает кипятком, да, ячей меньше становится, но и узел очень хорошо стягивается, так что выбирайте, так вот, я сейчас прервался, маленько отодвинул от себя, вот, как его усилить этот узел, смотрим, все делается практически так же, только за исключением одной мелочи, опять, хватаем ячейку, делаем такую же петлю, петлю над рукой, и небольшую петельку, делаем на ячее, на пальце, то есть, вот, видите, как она, ложится петля, то есть, она, как бы, под ячейку, опять, дальше ведем, за мизинец, между двух нитей, и вот она, эта петля дополнительная, она остается под челноком, и в ячейку запускаем, таким образом, мы усиливаем узел, в нем уже ползти не будет, еще смотрим, опять, ячейка, петля, как и в предыдущем случае, опять, петля над рукой, вокруг пальца, вот она лежит, как, дальше челнок за мизинец, потом, между двух нитей, и не здесь, а саму петлю, оставляем внизу, а ячейку захватываем, натягиваем, и затягиваем, еще смотрим, ячейка, петля на плашку, нить всегда идет поверх плашки, петля на руку, петля на палец, нить со мизинец, между двух нитей, эта петля остается под челноком, а челнок запускаем в ячейку, отпускаем все нити, натягиваем, затягиваем, смотрим еще раз, так, достоинства, мы их не покажем, поэтому, когда мы, мы будем учитывать, потому что, мы собираем, это непространство, это непространство, во-первых, конечно, и, вот это, семинарный, это непространение, и, вообще, это, не будем делать. И, конечно, то, смотра, с умирения, в том, это, это, у нас достаточно большой, огромный, это, это, и, это, опять же смотрите вывел немножко больше чем без петли дополнительный у меня телевизор работает как в тишине более скучно я надеюсь он не мешает вот последний ячейка ячейку вытаскиваем нить все вот знаю что получилось вот сравнить узлы этот меньше чуть 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 больше то есть носить это как сказывается говорят преломление себе такое крайне пугается не знаю решиться я сеть последний раз взял очень много лет назад из хорошей резки тогда дефицитов особо таких не было мне бухту буквально притащили я вязал всю зиму я сделал вывод такой сам я сеть не ловлю но ребята рассказывают китайской сетью ловить лучше потому что если бревно поймаешь то есть порвал да выкинул а этой сетью пришлось бревно вытаскивать так ну что же следующим со временем почему я вам покажу только узлов вы все попробуете на своих руках какой вам больше понравится какой удобный мне эти узлы показывали ну скажем так каждый мужик показывал свой узел и каждый мужик хвалил свои узел для меня я вот выбрал какой мне нравится я ему вижу как раз который я сейчас вам покажу никаких проблем сюда и он кстати точно такой же как вот этот который я вам показывал только просто вверх немножко по-другому смотрим хватаем ячейку вот они наши пальцы и делаем восьмерку между двух вот этих палец раз и два и возвращаемся под мизинец мизинец этого золотой он всегда сидеть через него проходит вот она эта петля мы она должна остаться внизу челнок проходит в ячейку и затягивает это точно такой же узел как я показывал вам до этого затягиваем для меня он удобней опять хватаем ячейку делаем восьмерку вот восьмерка ячейку схватили делаем восьмерку под мизинец под нить челнок под нить пускаем идет в ячейку петля внизу под челноком остается пропускаем затягиваем сейчас я укорочу оставлю маленько ну вот я покороче сделал чтоб говорится от камер далеко не уходить смотрим дальше вот ячейку я поймал вот она делаем восьмерку за мизинец под нить петлю под челнок а сам челнок в ячейку вот видите пропускаем натягиваем и затягиваем опять ячейка на тот узел пошел восьмерка этот узел где-то видео видел на youtube челнок под нить петлю под челнок сам челнок в ячейку затягиваем опять хватаем ячейку делаем восьмерку за мизинец мизинцем держим нить всегда последний это новинцы отпускаем все натянули когда приспособить вязать это у вас довольно таки шустро будет будет летать что тут так вот у меня еще довольно так медленно получается есть люди которые гораздо быстрее так и опять же этот узел можно усилить смотрим как его училить вот они ячейки получились опять сразу заметно что этот узел меньше чем этот но вот этот узел и вот этот узел они одинаково нет а вот который до этого пока они одинаковые просто метод вязания разным так теперь как его усилить опять так же хватаем ячейку восьмерка и делаем дополнительную петлю вокруг двух пальцев опять за мизинец все петли внизу под челноком челнок в ячейку всегда на дополнительную петлю тратится больше времени это очень заметно если там что тут как сейчас вяжутся это дали незаметно а вот если большие объемы вязать это очень сильно заметно дополнительную петлю лишние движения как правило от них отказываются так смотрим ячейка восьмерка вот она восьмерочка и еще одна петля уже на два пальца сразу без восьмерки а просто вокруг опять челнок за мизинец челнок под нить петли все под челноком и челнок в ячейку и одновременно все отпускаем то есть вот что у нас начинает происходить не скручивают спокойно бывает букшую опять так 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 мне вот неудобно под камерой с камерой довольно таки близко получается немножко неуклюже так практически нить она в руки даже не берется делается челноком так как пространство ограничено камерой приходит нить в руки врача это хорошо это палец в ячейку лезет таким узлом вязать можно а вот когда ячейку палец не лезет то есть я направить надо как-то правильно под челнок чтобы удобнее было захватить что-то но бывает что в челнок не лезет тут уже идет следующий узел он представляете себя не да я его считай китайским это что-то так хватаем нить мизинцем захватываем челноком нить ведем сюда нить скидываем на и ячейку и челнок пропускаем через ячейку вот и у нас получается петля опять на мизинце остается затягиваем опять смотрим то есть тут и челнок можно уже вот так удержать берем ячейку ячейку нить захватываем мизинцем делаем петлю под плашкой хватаем ячейку челнок вниз перехватываем над плашкой затягиваем смотрим еще раз увидел конечно интересный больше самурайский какой-то не приноравливаться что ты так так кстати его тоже можно усилить я по привычке хватаю ячейку именно маленькие ячейки в которых палец не лезет этот узел прям золото хватаем черноком петлю делаем захватываем ячейку же с этой стороны петлю скидываем на ячейку заводим затягиваем не последние вот такой вот узел тоже он слабенький тоже он проскакивает смотрите сами выберите какое вам надо как его наверное усилить я не знаю вы практически точно такой только в нем еще работают вот палец сейчас нить побольше отпущу то есть как он делается то же самое захватывается нить и захватываем и делаем точно такую же петлю как и в первом случае но только вместе с пальцем что получается челнок пускаем под ячейку петлю скидываем пропускаем челнок через ничью натягиваем и затягиваем смотрим еще раз держим челнок вот так нить хватаем делаем петлю ведем ячейки пальцы отводим захватываем скидываем петлю на ячейку по-моему то есть тот же самый калмыцкий вы получаете какой он там которым я первый показывал вот такая штука еще раз челнок вот так нить хватаем делаем петлю тащим это все дело слетел хватаем тащим ячейки челнок просовываю и чаю зажимаем скидываем петлю когда медленно что-то как-то не скидывается челнок через ячейку затягиваем даже у меня у этого ничего получается зараза такая такими узлами стараюсь не вязать так не особо тренированный берем что ты захватываем скидываем петлю затягиваем так нравится схватить ячейку к этому можно приспособить приспособиться довольно таки быстро вязать конечно махать руками ногу на дно если такая есть необходимость куда деться вот все узлы которые знаю я вам показал что у нас получается практически получались все ячейки одинаковые только связаны разными узлами так что можно таким узлами сделать вот как говорится есть моя работа уже вот например такие ложечки не только можно вязать сети или что-то бредни ну товарищи к вязался до 2 сантиметра ячейка страны ячейки два сантиметра а это того щека вязался тебе специально вязал для рыбалки четыре ручки чтобы по сучкам и можно было раскинуть вот такая вот и тут я уже вязал вот этим китайским самурайским узлом ячейки не расходятся вот он довольно таки широкое получилось вот в следующий раз в следующем уроке я уже буду рассказывать как делать вот такую вещь расскажу как вязать по кругу спасибо за внимание ожидайте следующий урок не забывайте подписаться до свидания и и и и и и и